Педагогические дебаты и последний этап конкурсного марафона как для учителей школ, так и для воспитателей детских садов. Два конкурса «Учитель года» и «Лесенка успеха» традиционно проводят вместе. Дебаты – одна из последних новинок соревнований, и до заключительного этапа добрались не все. В четвертый день испытаний перед жюри шесть конкурсантов, спорящих о профессии и отстаивающих свои взгляды. Дебаты – это, наверное, один из единственных конкурсов, где группа поддержки не поможет. Это только сам участник. И здесь как раз видно общепедагогическое, общечеловеческое отношение педагогов к жизни, их мировоззрение, отношение к ребенку, отношение к своей профессии. Вопросы, казалось бы, несложные, и вот здесь слукавить, найти правильный ответ невозможно, потому что правильных ответов здесь не было. Каждый ответ с одной стороны был правильный, но это была личная точка зрения каждого участника. Такая полемическая среда – еще один шанс для жюри определить лидера, которым может стать любой участник. К примеру, Дмитрий Иванов – самый молодой конкурсант. В школе всего три года. Как только в первый год перешел работать, три года я ждал, чтобы мне можно было поучаствовать, так как в правилах нашего конкурса до трех лет педагоги не имеют права участвовать. И вот, наконец-то, долгожданный четвертый год работы, когда я могу поучаствовать и показать свои наработки и результаты. Действительно, за эти три года были большие наработки в плане периодической деятельности. И этот конкурс помог не только систематизировать весь этот наработанный материал, но также еще и личностно вырасти в глазах. Дмитрий Иванов, впрочем, как и все участники, ясно видит, а главное – понимает перспективы своего профессионального роста. И опыт работы в годах здесь не так важен. Профессия учителя требует не только учить, но и учиться. Иногда и друг у друга. Я учитель информатики. Грех не показывать изюминки, которые мы сейчас имеем в техническом плане. Мы можем демонстрировать их, но многие учителя даже не догадываются о их существовании. И на мастер-классе. И сейчас на защите проекта мы показали эти изюминки, при помощи которых люди могут общаться без компьютеров, использовать только ресурсы своего телефона. Все этапы конкурса, в том числе и педагогические дебаты, позади. Теперь споры назрели в жюри. Определить победителей учителя года и лесенки успеха нужно в ближайшие дни. Уже 22 декабря на торжественном собрании будут оглашены имена лучших педагогов, которым предстоит отстаивать честь педагогической общественности города на областном уровне.